В Беларуси стартовал первый этап РТ. В этом году экзамен можно пройти в пункте тестирования либо онлайн. Дистанционный формат станет доступным 23 октября на сайте РИКС. Там же размещен перечень учреждений образования, на базе которых можно пройти испытания очно. К 2030-му почти у всех беларусов вместо паспортов будут ID-карты. Они станут не только основным документом для подтверждения личности, но и получения электронных услуг внутри страны. ID-карты вместо привычных документов начнут выдавать беларусам со следующего года, а для поездок за границу необходимо будет оформить биометрический паспорт. Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» признан лучшей особой экономической зоной 2020-го. Такова оценка международного английского издания. Ежегодный рейтинг учитывает объемы инвестиций, легкость ведения бизнеса и соответствующую инфраструктуру. Сильная магнитная буря ожидается в конце месяца. Начнется она 20 октября, а закончится примерно 28-го. Самый пик придется на 21-25 числа, уточняют специалисты. В такие дни эксперты советуют быть особенно внимательными к своему организму, отказаться от физнагрузок и акцентировать внимание на правильном питании. Магнитная буря – частая причина сонливости, бессонницы и ухудшения самочувствия. Белорусская научная экспедиция отправляется в Антарктиду. Это уже 13-й поход, в котором участвуют 10 человек из разных сфер – от врачей до электриков. Команду отбирали целый год по конкурсу. Наши полярники планируют испытать отечественную беспилотную авиацію в условиях сурового клімата и совершить новое открытие.